Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат в сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Добрый день! Продолжаем тему комнатных растений. Продолжаем. И хочу сказать, что кто занимается комнатными цветами, они должны понимать, что цветы требуют внимания, ухода, заботы. И вы будете любоваться своими комнатными цветами, но не только вы, но еще и насекомые. Вот сегодня об этом хотелось и поговорить. Наталья Викторовна, что такое цветочная мошка? Почему она появляется? С чем это связано? Вроде бы и вредитель такой, не опасный, скажем так, по сравнению с трипсом, с белокрылкой или с тлей. Ущерба она большого не наносит. Но неудобность доставляет много. И часто, когда ее много, ее можно встретить и в тарелки с супами, и в чашки с чаем или кофе. И у нас в редакции тоже была такая ситуация, когда ее вдруг появилось очень много, и она тоже раздражала. Вот. И хочу сказать, что сама мошка, она вреда растениям не наносит, как вы правильно сказали. Ну, летает в себе, летает, раздражает, ну и ладно. А вредят ее личинки, которые она откладывает именно в почву, в цветочный горшок. А уж эти личинки, хотя они тоже незаметные, мелкие, но когда их накапливается много, они тоже могут нанести такой существенный урон нашим комнатным цветам. Личинки бывают двух видов. Вообще-то личинок, мошек, насекомых очень много. Но я сегодня буду говорить таким доступным, простым языком, чтобы нашим любителям-цветоводам было понятнее. Есть белые комарики, мошка. Они чаще всего появляются, когда очень влажно. Влажно, тепло, вот это они любят. И есть комарики темного цвета, черные. Эти комарики появляются, когда вы начинаете подкармливать органическими удобрениями свои цветы. Но хочу сказать сразу, что появление мошки, вот этой летающей, этих комариков, является результатом, наверное, в первую очередь, нашей чрезмерной заботы за цветами. Вот я сужу по себе. Я летом цветам уделяю внимания не так много, как бы хотелось. И, наверное, у многих так получается. Потому что у нас дача. Летом забот больше. Зимой мы как-то больше привязаны к дому. Дачи у нас отдыхают. И смотришь на цветы, вниманием уделяешь больше. И так тянется рука к лейке, что-то подкормить, полить лишний раз. И забываем о том, что зимой цветы находятся в состоянии такого относительного покоя. Не так они много потребляют влаги. Не нужно им вот этот чрезмерный, вот такой, знаете, ежедневный полив. А мы часто вот этим всем злоупотребляем. И отсюда появляется такая мошка. Но предупредить хочу, что не паникуйте. Если появилась мошка, расставаться со своими зелеными питомцами не следует. Это не такой злостный вредитель. И нужно сначала выяснить, от чего она появилась, откуда она взялась. И потом уже принимать меры. Бороться с ней можно и нужно. Наталья Викторовна, в нашей редакции тоже была такая ситуация. Почему мошка появилась в наших цветах? Ну, во-первых, чаще всего появляется от чрезмерного полива. И поэтому призываю, не часто поливайте комнатные цветы. Не увлажняйте слишком почву. Это раз. А у нас, я думаю, появилась в редакции мошка от того, что покупной цветок был уже изначально заражен. Почва была заражена этим. И часто у любителей комнатных цветов так бывает. Подарили вам новый цветок, или вы бы его принесли из магазина. И через какое-то время вы видите, что летает вот эта черная или белая мошка. А может быть, мошка вообще в почве? Конечно. Когда мы покупаем грунт для, например, пересадки цветов. Вы же не определите. Вы видите только летающие особи, а что в грунте творится. А в почве там, знаете, сколько микроорганизмов, сколько там и различных вирусов, и штаммов, и бактерий, и чего только нет. И при создании благоприятных условий все это может появляться. Поэтому, конечно, плохая почва. Поэтому вот откуда бывают вот эти, значит, чрезмерная влажность, увлажнение, плохая почва. И если вы посадили свой цветок в большой горшок, это тоже говорит о том, что почва начинает сразу закисляться, она тоже становится слишком влажной, цветы не испарят достаточно много влаги, и появляется вот эта летающая мошка. Так что выясняйте причину. То ли причина в вашем чрезмерном уходе, или дело в почве, или дело в горшке. Причины установлены, как боремся с вредной мошкой. Знаете, хочу отметить, что химию мы не будем применять. Это однозначно. Я тоже противник химии. Не люблю, когда закупают там разные пакетики с химическими препаратами. Ну, вы же живете в этой квартире, вы дышите этим воздухом. Это ваши городные цветы. Поэтому у нас с вами предостаточно способов простых народных, которыми можно бороться с этой мошкой. Но что самое первое приходит на ум, это марганцовка. Она есть в доме каждого любителя цветов. Делайте слабый розовый раствор и опрыскивайте и листочки, и почву обязательно. Во-первых, марганцовка, она и подкормкой служит, и она убивает некоторые виды грибов, которые находятся в почве. И борется с вот этими личинками, которые находятся в почве. Только не делайте слишком концентрированный раствор. Некоторые думают, сделаю погуще, покрепче. Вы можете просто корни обжечь, когда большая концентрация. Просто розовый раствор. Что еще можно предложить? Вот все насекомые, и в частности вот эта мошка, она не любит резких запахов. Вот можно взять 2-3 зубочка чеснока и просто в землю его немножечко вот так засунуть в почву. Будет резкий запах от чеснока, и личинки гибнут. Можно взять сухие корки апельсина, тоже воткнуть в почву, или положить веточку укропа. Все они вот обладают такими, имеют эфирные масла, выделяют резкий запах, и это не нравится не летающим особям, а не будет летающих особей, никто не будет откладывать вам личинки в грунт. Можно предложить раствор хозяйственного мыла, что мы тоже часто делаем, когда какие-то вредители появляются. Развели такой слабый раствор мыльный, опрыснули листочки, опрыснули немножечко почву. Можно посыпать грунт в горшке золой. Я знаю, что дачники, когда заканчивают дачный сезон, некоторые привозят себе домой для подкормки растений золой. Это очень хорошее удобрение. А вот когда появилась мошка, можно просто вот этой древесной золой немножко посыпать грунт в горшке. Можно купить в магазине табачную пыль, рассыпать немножко табачной пыли по поверхности горшка. А еще такой простой хороший способ – это спички. У каждого есть спички в доме, и конкретно не спичка, а именно сера, которая находится, вот головка на спичке, она сделана ведь из серы. Возьмите 2-3 спички и просто вот головкой серной вниз воткните их в грунт. Через день вытащите. Если сера растворилась, значит хорошо. Можно еще раз повторить это. Личинки, мошки, они не любят серу. Она их губит. Поэтому посмотрите, какой доступный, простой способ. Можно посыпать, сделать раствор перца острого, тоже полить растения. Растением будет только польза, а мошки не будет. Мошка не любит, когда низкая температура. Если у вас застекленная лоджия или балкон, возьмите свои растения, вынесите их на балкон, но следите за температурой, чтобы градусов 15 было, не ниже. И достаточно недельку вашим растениям постоять на застекленной лоджии и мошка прекращает свое существование. Она не выносит таких пониженных температур. Можно еще ловушку сделать, тоже в наших силах, в наших руках. Можно взять листок картона, намазать или медом, или каким-нибудь вареньем. Поставить на подоконник. Она будет слетаться на это, менять время от времени вот эти картоны, ловушки, так называемые, липкие. Можно взять чайную заварку, налить ее в какую-нибудь баночку, закрыть сверху пленкой, делать небольшие дырочки. Она очень любит лететь на вот этот запах. И так вы ее можете всю практически собрать, эти взрослые особи. И дальше у вас не будет летать эта мошка, не будет откладывать личинки в грунт. Таким образом можно легко избавиться, в принципе, от этой мошки. Способов борьбы с вредной мошкой достаточно много. А существует ли мера профилактики? Ну, какая мера профилактики? Не стараться, не поливать излишней, не давать излишнюю влагу нашим растениям. Не забывайте, что чаще всего мошки появляются именно в зимний период. Летом, когда растения испаряют много влаги, быстро ее испаряют, земля быстрее просыхает, ее практически нет. А вот это наша чрезмерная любовь к цветам. И когда мы каждый день практически ходим с лейкой поливаем, и в комнате тепло, это вызывает такой рост, активный рост мошки. Поэтому не переувлажняем. Дальше. Подкармливаем растения только минеральными удобрениями. А некоторые любят и чайной заваркой полить, и мясной водой, или там настоем яичной скорлупы. То есть вот этими органическими, делают органические подкормки. Этого делать нельзя. То есть подкармливаем только минеральными удобрениями. Чаще рыхлим почву. Личинки этого очень не любят. Это тоже хороший способ бороться с личинками вот этой мошки, этого комарика. Поэтому, как видите, профилактические меры, всегда их нужно соблюдать, кормить минеральными, поливать по мере необходимости и рыхлить почву. Спасибо, Наталья Викторовна, за Ваши ценные советы. Надеюсь, что у наших телезрителей вредная мошка не заведется. Желаем удачи. До свидания. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего Вам доброго и до свидания.